Думаю, многие из нас сталкивались с биением, подталкиванием или вибрацией педали при торможении. В чем может быть причина? Ответ неоднозначен, то ж пробежимся по основным вариантам. Я всегда стараюсь действовать по принципу «не лезь в дебри», и поэтому желательно начать с самого простого, а это балансировка колес. В данном случае биение чаще всего передается не на педаль тормоза, а на кузов, но педалью в ногу тоже может играть. Поэтому надо осмотреть колеса на грыжу, удары и другие повреждения, и сделать балансировку. В неких случаях это помогает. Также не помешает проверить передние рычаги подвески на надежность крепления и люфт, сцене подшипника, ступицы и даже затяжку болтов и гаек, подвесочки и колеса. Что еще? Если ваше авто имеет антиблокировочную систему торможения, АБС которой, то она тоже может создавать подобные ощущения. Причем в неких случаях это норма. Напомню, что данная система устанавливается для улучшения управления при экстренном торможении и срабатывает в момент блокировки любого из колес, дабы водила не потерял управление при резком повороте, допустим, и одновременном торможении. При резком повороте и одновременном торможении. В общем, когда АБС бьет педаль тормоза, это не всегда говорит о поломке, но уже может являться звоночком для проверки системы. Это тоже надо иметь в виду. Также причиной биения может быть повреждение или искривление тормозных дисков и барабанов. Это частая беда и происходит она в основном после сильного нагрева и резкого охлаждения. Например, длительный спуск притормаживая, то есть нагреть диск в этот момент и резко влететь в лужу или снег. В таком случае, конечно, лучше их заменить. Та же история с тормозными колодками. Как задние, так и передние, они могут залипать и крошиться. Ну или попросту, просто слепленные и скаки и с нарушением технологий. От таких тоже лучше избавиться. Тормозные цилиндры могут закисать и мешать плавной работе тормозной системы. Можно попробовать, конечно, реанимировать, почистить, разобрать, смазать. Собрать в кучу, но лучше заменить на новые. Так будет надежнее. В данном процессе важен комплексный подход и диагностика всей системы торможения. Нужен полный функционал и герметичность. Наверное, все. Если есть, что добавить, пишите. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok